4 яйца добавляю щепотку соли ванилин начинаю взбивать яйца и в процессе взбивания добавляю 120 граммов сахара яйца с сахаром взбиты достаточно если какое-то время на поверхности остается рисунок видите достаточно взбивать добавить только муку если вы не уверены в том что вы хорошо взбили яйца потому что основной подъем бисквит удается хорошо взбитые яйца можете добавить разрыхлитель чайную ложку мука 120 граммов обязательно просеивайте муку ввожу вручную аккуратно перемешивая сверху вниз сильно долго вымешивать не нужно если видите что нет уже комочков муки значит промешано тесто хорошо у меня разъемная форма 24 сантиметра диаметром дно застелила бумагой для выпечки ничем не смазываю форму и все тесто отправляю в форму видите какое оно воздушное чтобы не было больших дырок в бисквите я еще так крутану это чтобы не было шапки сверху и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку выпекать заварная часть крема 2 яйца 150 граммов сахара ванилин 2 столовые ложки взбивать не надо просто тщательно перемешать и добавляем молоко 500 миллилитров и ставлю на плиту и постоянном помешивании довела крем до кипения закипел и сразу загустел выключаю нагрев и снимаю крем с плиты пока крем еще горячий добавляю 50 граммов сливочного масла перемешиваю пока масло не растает в креме заварная часть готова теперь мне нужно разделить ее на две равные части эту половину накрываю пленочкой в контакты мне нужно ее остудить а в сотейник здесь еще крем у меня горячий я добавляю кокосовую стружку 3-4 можно 5 столовых ложек и перемешиваю добавляю белый шоколад 100 граммов в теплом крем шоколад растает также накрыла пленочкой пищевой в контакт и даю остыть 50 граммов сливочного масла у меня комнатной температуры и половина заварного крема и крем и масла должны быть одной температуры крем готов бисквит у меня уже давно готов он остыл у меня в форме выпекался ровно 25 минут и как только я его вытащила из духовки я сразу по краям прошлась тонким ножом вот такой красавчик получился и без разрыхлителя видите какой высокий и разрезаю его на две равные части сначала нахо ножом прохожусь теперь в прорези вставляю нитку этот бисквит я пропитаю обычно пропитывают сахарным сиропом на 100 граммов воды столовая ложка одна-две ложки сахара и прокипятить я прокипятила молоко без сахара и теперь крем почти весь выкладываю только чуть-чуть оставляю для парадного украшения торта и теперь сверху пойдет крем с кокосовой стружкой и торт отправляется в холодильник хотя бы на часок тортик постоял у меня ночь в холодильнике украсила я разрезанными конфетами рафаэлки но это не обязательно он и так будет вкусный без этих конфет и теперь тортик можно разрезать и я попробовала торт это просто волшебная нежная вкуснятина все нежное крем нежный бисквит пропитанный нежный и на фоне всей этой вкусной нежности легкая хрустинка кокосовой и на фоне всей этой нежности легкая хрустинка кокосовой стружки очень вкусно всем советую приготовить хоть раз такой тортик это просто блаженство такой вкусный